здравствуйте сегодня мы продолжаем проект компании 1000 и каналы ртв иванова под названием политическая кухня который вы сейчас смотрите или на сайте слухи и факты или в кабельных сетях компании интерком тел мы с моим гостем бизнесменом василием скворцовым сидим в студии немецкой кухни ноль-то хозяином которой он в общем то и является поэтому такая странная ситуация не не понятно кто из нас гость кто хозяин но тем не менее вопросы задавать буду я первый вопрос василий вы руководитель областного некоммерческого партнерства поддержки предпринимательства центр я буду зачитывать председатель совета ивановского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства опоры россии член общероссийского народного фронта совладелица коммерческий директор автоцентр все это вы василий увильянович вот хуиз мистер скворцов и то и то и другое и третье что называется то есть изначально естественно предприниматель общественной деятельности это как в той что называется старой шутки да когда плаваешь в проруби надо бить руками по воде чтобы не замерзла прорубь вот поэтому защищать права предпринимателей как бы заставила жизнь расширяли пространство для бизнеса и для себя и друзей соответственно вот она и общественной организации не мешает одно другому я думаю что не мешает точно наоборот я думаю что многим помогли и реально в общем-то оказали поддержку ну тогда сначала про политику по слухам когда михаил мень был только что назначен губернатором ивановской области вы первым встретили сергея пахомова который приехал в наш город с неофициальным визитом и показывали ему город рассказывали об области если не секрет как тогда вы ему характеризовали политическую элиту нашего региона политическую элиту ну характеризовал как достаточно застойный что называется период такой у нас был в то время до когда владимир тихонов руководил областью все было так что называется у нас тихо-тихо-тихо мирно поэтому вот как она была так характеризовал что в нашем болоте резко не сильно шевелится а если представить на момент что сейчас представитель нового губернатора в тихую заезжает посмотреть что но у нас гораздо веселей снова вращается к вам у нас стало гораздо веселее да поживее поживее стала обстановка и в чем это выражается в чем выражается да во всем пожалуй наверное и в бурной политической жизни не скажу чтобы сильный какая-то революция в экономике случилась за этот период но в политической жизни то в общем-то изменений достаточно много но за это время мне кажется игроков то стало поменьше ушел назаров бабич ушла ну огромная когорта людей из политики а новых вроде не появилась новых да появилась наверное просто просто может быть просто мы они настолько просто не ярко что называется может быть я каких-то просто не знаем вот ну наверное в тот момент скажем у того же депутат там областной думы или городской думы было и право голоса побольше и возможности высказаться и повлиять на принятие того или иного решения побольше чем сейчас да это в любом случае вот но опять же вспомнить это вот бурные перемены разгон думы одной там выборы другой и так далее ну весело же но это все в прошлом ну да но сейчас все равно поярче ну вот как есть ясно ну то следующий вопрос все знают о вашей дружбе хорошем хорошей дружбе с экс-мэром города иванова зампредом областного правительства александром фоминым также все очень то знают что он очень хотел когда был мэром чтобы вы стали его первым заместителем но как-то так случалось что сначала бабич был против по слухам потом пахомов стал против потом вроде фомин перегорел можно услышать вашу версию событий моя версия событий очень хорошо что я не стал ни первым замом ни вторым не стал работать в администрации потому что мне кажется что вот в сегодняшнем своем амплуа в общественной организации для предпринимателей я делаю гораздо больше чем мог бы делать там скажем в администрации да и бизнес бросать наверно было бы абсолютно неправильно потому что задач в бизнесе очень много планы есть поэтому надо развиваться но тогда-то хотелось и почему не получилось все таки ну на самом деле почему не получилось вопрос скорее не ко мне да то есть назначают чиновников по приказово не не по желанию вот поэтому не получилось наверное к лучшему все что не делается она желание все-таки было и у фамина и у вас ну на самом деле желание было и я так как считал что правильнее было бы александр германович избрали мэром и я считал своим долгом что называется все что от меня зависело куй мог помощь оказать соответственно готов был ее оказывать ну судьба распорядилась по-другому наверное говорю что это неплохо это последний вопрос про политику как вы считаете какая система все-таки для мэра лучше выборный как был при фаминии или как сейчас назначенный сити менеджер я считаю что безусловно выборный и вот глубоко убежден что все-таки глава у города должен быть один деление на сети менеджера администратора и представительские функции ну скорее всего больше вот не разберихи вносит и не знаю деление статуса и полномочий чем пользы для реального управления оперативного но с точки зрения менеджмента но это точно неправильно я может быть небольшой политик но зато чуть-чуть понимаю в управлении но если партия доверит фомину вновь идти на выборы пойдете помогать на выборах да как минимум на выборах как минимум готов конце этого мая в иванове пройдет уже 12 день предпринимателя я понимаю зачем это все нужно было 12 лет назад когда все начиналось нужно было работать над повышением статуса предпринимателя объяснять что это такое что это не враг там общество да что такой же человек я понимал когда седьмой-восьмой год перед последним кризисом это были выставки это был просто праздник да зачем сейчас не понимаю налоги повышают фабрики банкротятся мелкий бизнес разоряется праздник или поминки что будет в этот раз на самом деле в любом случае появляются новые предприятия появляются новые товары и услуги которые предприниматели просто необходимо где-то показать как-то продвинуть да вот на сегодняшний день выставка которая проходит в день предпринимателей это фактически единственная выставка где малый и средний бизнес может свои достижения за год выставить вот и по прошлому году я увидел ну десяток наверно компания которых не знал с новыми услугами снег с некоторыми даже с точки зрения сотрудничества в бизнесе у нас определенные проекты наметились за этот год поэтому я считаю что абсолютно вещь нужная для бизнеса и полезность с точки зрения имиджа ну не скажу что сильно много поменялось то есть в любом случае в глазах населения предприниматель другом другом и братом не стал к сожалению да вот то есть у нас сегодня почетно быть чиновником предпринимателям не очень то есть когда ребенка спрашивают школе кто твой папа и когда он говорит что у меня папа там зам главы города все горят воздух это пачка классно да если предприниматель ну наверное что-то ворует втихаря вот имидж для предпринимательства сегодня вот к сожалению нас это и сми кстати говоря большую лепту в это вносит когда у нас все криминальные сводки там предприниматель такой-то значит раскрыли какой-нибудь цех с паленой водкой еще что-нибудь еще что-то везде звучит предприниматель такой-то накрыли там на другой опыт я к некоторым производственникам приходил с вопросом а давайте мы сделаем о вас материал бесплатно там просто что вы есть и работаете они говорят не надо мы не хотим чтобы нас видели чтобы к нам пришли все и с этим вопрос не является ли вот ваша выставка вот это на дне предпринимателям таких выставка предпринимателей близких к власти обласканных и которым как бы уже выяснили свои отношения скорее нет скорее нет чем да потому что состав вот участников выставки процентов наверное на 60 меняется каждый год вот это первое второе если бы там были приближенные классе это был бы крупный бизнес а а там в основном у нас мелкий бизнес до который хочет вы выйти на рынок продвинуться тогда в последнем вопросе вернемся к первому вы занимаетесь общественной деятельностью повторюсь в том числе заседаете в путинском народном фронте который непонятно с кем воюет и какими средствами говорит ли это о том что чисто общественная работа предпринимательские подходы в защите больше не действуют и надо обязательно присосаться к чиновникам чтобы как-то защитить предпринимателей на самом деле что касается народного фронта много было у нас дебатов и дискуссий нужно это или не нужно да с одной стороны если хочешь устанавливать какой-то нормальный разумный диалог с властью с ней надо садиться за за стол переговоров там а не не воевать по разные стороны окоп то есть вот ну народный фронт это наверное желание оказаться в одном в одном окопе до идешь с 1 с одной стороны баррикада с чиновниками вот предпринимательские методы действуют такие предпринимательские методы у нас из кармана в карман кому-то что-то насыпа неправильный предпринимательский метод мы как раз голову это не придаем врач и уголовно наказуемо и И не очень правильный. Мы как раз с точки зрения общественной организации говорим, что мы работаем с прозрачными компаниями. Те, кто легально зарегистрированы, платят налоги и готовы договариваться с властью публично. То есть это нормальный, на мой взгляд, лоббистский подход, предпринимательский, не политический. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был все-таки бизнесмен Василий Скворцов. Я с вами прощаюсь. А Василий Увельянович через несколько секунд скажет то, что думает о нашей передаче или то, что не успел сказать. Спасибо. До свидания. Я думаю, что вообще сам проект нужный, полезный. Почему, в общем-то, мы с удовольствием и откликнулись на предложение снимать это в студии немецкой кухни. Потому что, мне кажется, с одной стороны, могут быть какие-то интересные темы и диалоги, а с другой стороны, где еще, кроме как на кухне, обсуждать острые политические вопросы. Поэтому, считаю, что режиссерская находка удачная. То, что не успел сказать, надеюсь, что где-нибудь через год, через два еще раз встретимся и я скажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова